друзья дело предновогодние и спешу вас порадовать большой скидкой на все мои уроки кроме курсов в 50 процентов уроки на моем сайте вы можете зайти по этой ссылке тыкните на нее разбиты по темам базовые уроки портрет пейзаж малых форм формат пейзаж большой формат натюрморт наброски карандашом по темам можете просто в общем списке выбрать то что вам нравится кладите корзину в корзину то что вам интересно и там совершайте покупку причем из-за рубежа тоже есть возможность гена рек если бы появился какой-то урок в стиле основ варианты декоративного оформления ритмов пятен и мазков в картине по силовым линиям как у фешина по перспективе и так далее я бы купил посмотрите на сайте там же есть по перспективе 28 урок он исчерпывающий там все что вообще может быть и пригодится даже если вы рисуете портрет в том числе или там натюрморт все варианты изложены в главное с линии горизонта разобраться и куда чего идет по поводу декоративного оформления ритмов пятен ну я стараюсь в каждой работе поскольку мне нравится работать писать по пятну мыслить по пятну то в каждом уроке это есть так что прямо специально пока что я не знаю что на этот счет сделать по мне так достаточно того что есть для изучения живописи и для изучения для настройки глаза работать по пятну и мыслить тоном нина земзюлина короленков много философствует работы его меня не привлекают ну да судя по тому что я зашел к вам на youtube канал что у вас там есть орбиты наших планет не пересекаются никак лучше вам погулять по коридору 24000 километров и наверняка какая-то живопись в каком-то другом кабинете вас привлечет так мы устроены я почти уверен что если бы вот случись так что работы которые в вашей карте интересов на стенах например висят и среди них вдруг вы об этом не знаете затесалась какая-то оригинал коровина так вы на нее даже не загляните потому что она не попадает в страну его выстроенную вами систему координат вы не видите то что вне этой системы вы создали такой мир ваших ценностей и интересов что туда не попадает то что мне близко поэтому это совершенно нормально не удивительно фейродиз была на выставке картин очень известного можно сказать придворного современного российского художника имени нет сказать что испытала разочарование значит ничего не сказать почему-то в жизни бездари и приспособленцы устраивается лучше талантливых кого бы посоветовали посмотреть но потому что приспособленцы и не только кстати в искусстве бездари и чем хуже тем они вообще лезут через все щели расталкивая других корыту кого посоветовали посмотреть великих конечно слава богу есть музеи в которых есть работы очень достойных художников сейчас выставка фешина санкт-петербурге и степана эрзи я туда поеду приезжайте в академии художеств имени репина также в русском музее выставка сурикова так что надо ехать сам по и олф способен ли достигнуть пусть не пусть не мастерства но хотя бы какого-то уровня в живописи самоучка конечно способны хотя бы если он не берет уроки учителей а учится изобретать велосипед самостоятельно да конечно способны но на это могут уйти десятилетия потому что вы совершаете ошибки вы не замечаете их вам их нужно указать тогда вы будете но с учетом их развиваться в противном случае вы можете не заметить и совершать одну и ту же ошибку из работы в работу и они копятся копится потом вас оттуда очень сложно вытащить из этих ошибок под присмотром педагога опытного быстрее то есть что дирует учебники слушает лекции рисует экспериментирует слушает отзывы и критику художников профессионалов но без вмешательства в учительской учительской руки ну да я тоже не вмешиваюсь я только рассказываю где что там не так и главное чтобы человек увидел студента вот вот она темнее или светлее пришли ты видишь или нет нет боком можно посмотреть или на примерах я просто на своем рисунке там или живописи показывают люди в чем разница но важно чтобы настроить этот аппарат да ладно я себе в общем всякий раз после того как я шла на обучение кому-то меня надолго перекрывала на живопись а еще все знания которые приходили ко мне не изнутри не в виде собственных открытий превращали меня в сороконожку запутавшуюся в своих ногах я понимала что я не понимаю вообще что учитель имеет в виду и что от меня требуется зато если до меня самой что-то доходит это очень быстро встраивается и работает в дальнейшем задача педагога подвести человека к этому открытию чтобы конечно собственно открытие более ценны но исправить ошибки тоже нужно на мастер-классах моих мы изучаем композиционное решение за много всего и когда человек сам действительно открывает но в твоем присутствии ты помогаешь ему ты как бы даешь ему наводящие вопросы которые может быть вы сами себе и не дадите просто в силу неопытности поэтому я за то чтобы какой-то курс я не знаю ну в моей школе в конце концов проходите же обратная связь и вы получаете рецензии разбор полетов на ваши работы обязательно ли второй вопрос вопрос отрисовывать предметы быта участь изображать форму да не обязательно но нарисуйте паровоз например самолет можно не знаю вагон метро это скучно и теряется это вот предметы быта скучно теряется внутренняя радость от процесса мнение было скучно когда в строгановке мы рисовали предметы быта это было ощущение счастья потому что в стенах в общем-то такой большой академии с именем и каждый урок каждое задание было во-первых соревновательность есть с ребятами кто лучше сделает потом на стенах висят работы вообще гениальные ты понимаешь что ты пока не можешь так да даже простые формы но там висят еще есть не знаю сложные формы на композиции там многофигурный сам факт рисования чего угодно это волшебство если вы действительно любите живописи или рисунок для вас не будет проблемой нарисовать одну чашку нарисуйте и так чтобы это было произведение искусства в среде но посмотрите не знаю натюрморты там коровина или фишина или я не знаю кого еще вы любите лучше не оторваться это шедевр они стоят миллионы долларов и вообще нужна ли она эта радость до внутренняя когда знаешь что ты постоянно учишься и что до настоящего художника те вряд ли до прыгнуть в этой жизни может нужно как раз учиться научиться механически правильно изображать то что предписывают учебники учителя а все творчество и вдохновение потом если доживешь конечно потом но если вспомнить такую фразу что путь к любви тоже является любовью другими словами вы в ученичестве рисуете что-то там чашку какую-то и делаете это настолько мастерски настолько отточено видение перспективы формы и и конструкции что это завораживает и вас и тех кто это смог на это смотрит ведь известно что учебные рисунки в академии точно в репинке да ты же это загляденье или в строгановки там висят на стенах это же просто произведение искусства так что рисуйте больше каждый день дома или не дома главное чтобы все-таки был руководитель который вам укажет на ошибки я в этом убежден иначе очень долго можно их повторять и повторять и 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 друзья прошу вас ставьте лайки это не трудно нажать кнопочку подписаться в журнале а мне приятно и каналу ну это как такое рукопожатие наши дружественные если кто-то еще не смотрел мой репортаж из тауса из дома фешина предлагаю его сейчас посмотреть но пока и